Партия «Реформ» Демократическая партия Эстонии, но в 1994 году группа основателей нынешней партии «Реформ» решила делать именно, объединившись с Либеральной Демократической партией, именно новую партию, а не продолжать на основе вот той самой уже имеющейся политической силы. Почему? Просто Сим Карлос, который был тогда президентом Банка Эстонии, его просто надоело. И он видел, что надо основать новую политическую силу на эстонской политическом пространстве, и так это и получилось. Так что мы объединили, создали новую партию, делали это довольно успешно, и, как видите, 25 лет и все живы. Партия существует. Но первым таким значительным документом стал манифест гражданина государства, который подготовил Сим Карлос. Что это был за документ? Это был какой-то концентрат идеи Сим Карлоса, и это как раз был тот документ, который меня убедил, что Сим Карлос такой человек, который может быть лидером такой политической силы. Что касается названия партии, в то время, в начале 90-х, понятно, нужны были реформы, преобразования. Вот сейчас название «Партия реформ» не является оно уже в некотором смысле устаревшим. Понятно, что это сильный бренд, но тем не менее не задумываются внутри политической силы о переименовании. Я по образованию инженер. Это очень важное знание для инженера. Если что-то работает, тогда не трогай. Это действительно важный принцип, но буквально на днях мы делали обзор газеты, и в заголовке одной из газет было сказано «Верните Сима Карлоса». То есть имеется в виду, что его дочь, которая сейчас является лидером партии «Реформ», не совсем справляется, что ли, со своими задачами. Что вы скажете? Как вы это можете прокомментировать? Я с вами не согласен. Карлос очень хороший лидер партии, и Сим тоже никуда не пропадал. Он тоже в Риге сегодня. Но я думаю, что одно из самых больших преимуществ партии «Реформ», что мы всегда умели менять поколение. Это надо делать. И КА – сильный лидер партии. Так что я не сомневаюсь. В последнее время довольно часто говорят о кризисе внутри партии «Реформ», потому что последние три года она находится в оппозиции, в то время как с 99-го по 2016-й все время попадала в правительство. Неважно, кто еще был вторым или третьим коалиционным партнером, но реформисты всегда были у власти. А вот в оппозиции они вроде как не научились еще быть. Ну, я думаю, что люди, которые сейчас хотят показывать, что как будто неполадки какие-то, я не знаю, как это по-русски, но по-английски это «wishful thinking». Они желают, чтобы это так было. Выдают желаемое за действительное. Вот так можно сказать. Я думаю, что в Эстонии раньше такой сильной оппозиции никогда еще не было. И уйдите. Партия «Реформ» – одна из самых многочисленных. Более 12 тысяч у вас членов. Вас опережают только центристы, где больше 14 тысяч. Что требуется от человека, который вступает в партию «Реформ»? Какие обязательства на него это накладывает? Мировоззрение. Желание быть активным. И от стороны партии мы делаем довольно много семинаров, учим своих новых членов, учим молодых людей. И я думаю, что кто хочет быть активным в политике, в партии «Реформ» обязательно пробивается. Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию с точки зрения большого опыта в политике? Какие времена, может быть, были самые интересные для вас? Или самые интересные еще впереди? Самое интересное, конечно, было начало 90-х. Поэтому тогда ничего не было. Это все надо было создать из нечего. И сегодня как-то намного спокойнее. Хотя мы никогда будущее не видим. Так что интересные времена могут быть впереди. И я не хочу китайское такое... Как это? Нет уж. Проклятие. Проклятие, да. Я желаю, чтобы ты жил в интересные времена. Я таких интересных времен не желаю. Ну вот насчет спокойствия, кстати говоря, одна из громких тем последнего времени, последних дней, это те угрозы, жестокие угрозы, которые поступили в адрес лидера партии Каи Каллос. Да и вообще, в принципе, у нас по очень многим признакам видно, что не самое спокойное с политической точки зрения время мы живем. Вот это я говорю, что я не хотел бы жить в интересные времена. И меня немножко удивляет то, что полиция в таких случаях, если есть такие прямые угрозы, скажет, что они не верят, что это реально. Ну что, ждем до того, что это будет реально? Потом реагировать будем, что ли? Чепуха. Ну а на ваш взгляд, что должна была бы сделать полиция? То есть организовать какую-то охрану или предпринять какие-то другие меры безопасности? Просто наказывать этих неглияев. Потому что полиция знает, кто они, знает их прошлое. Прошлое тоже нечистое. Допустим, то, что такие люди могут свободно угрожать Каи Каи или хоть кого-то другого, ненормально. Как вам кажется, долго ли продержится нынешняя правящая коалиция? Март Хельми на этой неделе отчитывался перед парламентом и общественностью из-за своих слов по поводу НАТО. Сейчас готов рапорт, который показывает, что министр сельской жизни Март Ярвик превысил свои полномочия и, по сути-то, должен уйти в отставку. Это как-то неудобно. И если бы это было бы смешно, тогда можно было бы смеяться, но это не смешно. Это обидно, что творится. Я думаю, что здесь можно там парафразировать, например, Пушкиным, что... Пока свободу уберем, пока сердца для тести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она. Связа пленительного счастья и стойно спрянет от сна. И на обломках дура власти напишет нашими нам. Прекрасные стихи. Браво, Эйки Краних, первый генеральный секретарь в истории партии «Реформ». А реформисты в этом году отмечают 25-летие с момента создания партии. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.